Всем добрый день! Рад вас приветствовать на нашем мероприятии, на нашем трене, который называется «Портотипы жизни и бизнесе». Ну а сейчас я передаю слово нашему знамечательному интерьеру, поучу, советнику, политиков, в том числе, ведущему разных интересных тренеровых программ. Спасибо. Многие из вас уже видят впервые и, надеюсь, в последний раз. Кому обязательно будет еще. Всего вам добрый день! Доброе утро! Спасибо за представление. Кому интересно, больше обо мне узнать есть ваших раздаточных, тех, кто меня может видеть впервые. Если это нужно будет, спросите, узнайте больше о том, кто я, чем я занимаюсь и так далее. А я пару слов скажу о том, что будет сегодня. Сегодня мы с вами позанимаемся тем, чтобы разобраться, к какому прототипу вы принадлежите. Что такое прототип? Изначальный тип, исходный тип, первотип, можно так сказать. В отличие от архетипа, это тип, находящийся над всеми. Архиважный тип. Очень часто просто люди путают, поэтому я сразу хочу сказать об этом. И я сейчас несколько слов расскажу о самом семинаре, сегодняшнем, завтрашнем дне. После этого будет возможность задать любые вопросы и уточнить все, что вам нужно. И главное, что меня будет интересовать, что вы ждете от семинара. Что для вас важно. Потому что у меня есть свои представления о том, что я хочу вам предложить. А у вас наверняка есть свои пожелания. И мне важно скорректировать, как мы будем двигаться. У нас тут практически вип-курс по количеству людей. Вначале мы займемся пониманием того, что такое прототипы. И определим, у кого из вас к какому прототипу принадлежит его. Более точно. Может быть, продвинемся в этом направлении. Может быть, не окончательно, но начнем уточнять. Это будет в начале занятия. Дальше. Переосознавание себя. Что это такое? Практика переосознавания. Это возможность отставить в стороне все те наносные одежды социума, которые можно одевать, как маски, когда вы куда-то приходите. Но перед самим собой, наверное, не стоит заниматься самообманом. Какой вы или какая вы на самом деле? Работа с внутренним драконом. Достаточно интересная техника, которую вы сможете освоить. Кто из вас когда-нибудь ощущал, что у вас есть какая-то внутренняя сущность, которая вам не дает быть тем? Держите, нормально. Вы здоровы, у вас все в порядке. Мы сегодня с ним познакомимся. Может быть, подружимся. Может, научимся там, как Дейенерис, Таргариен летать на драконе. Достаточно интересная зверюшка. После этого, скорее всего, сегодня мы будем заниматься матрицами идентичности, матрицами сущности. Это тоже практики. Познакомимся больше с практикой «Путь героя». Вы, кто-то слышал про такую практику? Да? Несколько человек слышали, да? И определим, как можно использовать прототипы в том, что мы делаем в семье, в работе. Как сделать так, чтобы вы, распознавая прототип другого человека, могли налаживать с ним тот контакт, который очень глубокий, на уровне вашей сущности. Не на уровне внешних каких-то реакций, договоренностей, может быть, каких-то игр или масок, а на уровне душевной близости. У вас когда-то была с каким-то человеком душевная близость? У кого-то было? Давайте так договоримся. Можно поднимать руку, можно хотя бы кивать. Вот меня точно не устраивает реакция. Я спрошу, была? Ответ такой. Отморозился. То есть дайте какую-то реакцию, чтобы я понимал. Можно моргнуть, можно хоть какое-то действие дайте. Не очень понятно. Хорошо. Сегодня мы начнём, и завтра мы продолжим работу в межличностной коммуникации с прототипами. Ну и если кому-то завтра будет это интересно, мы завтра займёмся ещё и тем, как работают прототипы в брендинге, в массовом сознании, как это работает для продвижения компании, для продвижения, может быть, если кто-то захочет заниматься политической деятельностью или создавать себе публичный имидж. Раньше я давал это меньше, больше в закрытых форматах для людей, которые консультируют в российской политике, в международной политике. Сейчас у каждого уже есть свой аккаунт, правда? Уже есть какой-то имидж. Я люблю шутить. Раньше говорили так, встречают по одёжке, провожают по уму. Сейчас я говорю так, встречают по аккаунту, провожают по контенту. Знакомимся, смотрим, какой образ человек там создаёт, потом начинаем читать, уже интересно или неинтересно то, что он пишет. Так что у каждого уже есть свой собственный персональный бренд. Если вам интересно сделать так, чтобы люди воспринимали вас тем, кто вы есть, а не тем, как им показалось, более точно транслировать самого себя, свою сущность, этим займёмся завтра. Ещё несколько слов я скажу, и после этого подойдёт черёд ваш. Задавать ваши любые вопросы, может быть, комментарии, время вашей активности и говорить о том, зачем вы пришли. Что вы хотите получить от этого семинара? Окей? Хорошо. А эти слова следующие. Будет три важных результата. Это определение своего персонального прототипа и диагностика знакомых. Грамотное использование, второе, в повседневной жизни, для того, чтобы вы могли понимать прототип собственного ребёнка или собственного супруга, прототип своих сотрудников, для того, чтобы чётко, как к нему обращаться. Ну и третье — управление информационными процессами. Прототип вашего бизнеса, вашего бренда. Как он лучше работает. Вот фактически всё, что я вам обещаю, и то, что вы получите от этого курса. А сейчас подходит время, когда вы можете задать любые вопросы. Прототип — это от культурной обработки, да, он возникает? Или он с рождения как-то уже заложен? Прототип — это некая абстракция, это не то, что можно пощупать физически. Изначальный тип — он присущ нам действительно от рождения, такое своеобразное восприятие нас как… Вот вчера мы смотрели с вами «Матрицу», да, как программы. Кстати, кто из вас, кроме тех, кто вчера со мной смотрел вместе «Матрицу», видел вообще этот фильм? Да? Ну вот есть там агент Смит, да? Помните, да, он переселяется в разных людей, да, но оставляет за собой свой собственный тип восприятия реальности. У каждого из нас есть принадлежность к определенному типажу, типу. Мы сегодня с этим познакомимся больше. И это нам дано от природы как дар. Но некоторые люди пытаются быть не теми, кто они есть. Понимаешь, да? Ты отвечай на вопрос твой, да, или не очень? Уточни. А сколько прототипов вообще? У тебя один. Нет. А всего сколько я познакомлю? Сегодня всего их восемь. Прямо больше не может. Прототипов столько, сколько есть, я потом объясню, почему. А архетипов их множество. Вот если вы почитаете работы Юнга и тех, кто потом его читал и переписывал, фантазировал. Вот в конце 20 века я помню, что там даже сделали, что греческие боги — это архетипы. Ну, якобы так вот воплощали их люди. Наверное, это правда. То есть создание какого-то сверхтипа, да, архетипа. Прототип, возможно, для разных взглядов религиозных и других. Прототип — это типаж организации психики. Да, ваш. И он связан со скоростью и силой протекания нервных процессов. Это как, я не знаю, как процессор в компьютере. Вот он есть такого типа. Всё, да. Прототип — это что, в другом голове? Почти, да. А пары с разными прототипами, дети, их, они что-то... Они, вот, кстати, по поводу тоже. Четыре группы крови. Вот что ты с ним сделаешь? Да. Они не передаются как от папы и от мамы, да. Может быть, разный вариант. Может, как, если говорить такой языком генетики, может быть, какой-то рецессивный ген. То есть папа с мамой вот такое и такое, а при их соединении вдруг какой-то совершенно третий прототип получается. Понимаете, да? Знаете, что такое рецессивные гены? Ну, дремлющие, да? Вот там папа чёрненький, мама чёрненький, а детка-то беленькая. Да. А визы как, получается, прототип это от собственника транслирования? Не совсем. Про это я больше завтра буду говорить. Прототип продукта или услуги, к чему он принадлежит. Можно, конечно, попытаться продавать спички как элитный продукт, но мне жалко такое общество, где оно станет элитным. Вы понимаете, да? Он принадлежит к определённому типажу каких-то брендов. А понимание своего прототипа, в принципе, что оно даёт? Мы знаем это и что дальше? Понимание прототипа даёт нам точную трансляцию. Я, кстати, очень благодарен, что такие вопросы возникают. Подобного уровня вопросы у меня возникали только дважды на семинарах по прототипам. Вы чисто транслируете себя, доносите до окружающих, они начинают понимать, как с вами взаимодействовать. Вот один из примеров. Давайте так. Представим, что в фильме «Титаник» вместо «Ди Каприо» сыграл Брюс Уиллис. Вот он бы всех спас, да? Сюжет бы поменялся. Да, вот каждый актёр в актёрской среде, там очень понимание чёткости своего типажа, правда? И Арнольд Шварценеггер, ну, конечно, может сыграть Гамлета, но это будет совершенно другая пьеса. Человек становится средним, таким, как я назову его, мутным, то есть вот такое что-то непонятное, да, вот говорит человек непонятный. Когда он не понимает себя и, соответственно, не может донести это до окружающих. Когда вы понимаете себя, окружающие тоже, они очень чётко реагируют, чётко будут реагировать на то, что вы с собой в резонансе, они понимают, как к вам относиться, как к своим взаимодействием. Они очень хорошие, мы же хотим друг друга послушать. А нет хороших групп крови, понимаешь? Нет хороших или плохих групп крови. У каждого, вот я говорил, что их там 8, да, 4 мужских, 4 женских, но у каждого есть как бы обратная сторона, ну, социально, может быть, порицаемая, но она такая есть. Вот сейчас мы буквально сразу же, первая у нас будет часть занятия, будем исследовать эти прототипы, они у вас есть раздаточные, можете посмотреть. Сейчас, секундочку. Ведь мы можем посмотреть на светлого, доброго рыцаря, как на гада и убийцу. Ну, смотря с какой стороны смотреть, да? Светлый, добрый воин, там, как это? Что такое хорошая, добрая детская сказка, где добро побеждает зло, ставит его на колени, и зверски убивает, правильно? Ну, нельзя сказать, что он хороший или плохой, да? Его функция такая, ну, боец, у него в руках меч. Если он понимает, что его функция, вот, как, там, я не знаю, Арнольда Шварценеггера, там, всех спасти, защитить и покрошить, то мы нормально, лояльно относимся к тому, что в процессе фильма гибнет огромное количество людей. Ну, в фильме, да? Это нормально. Мы не начинаем его осуждать, что он, там, серийный убийца. А если человек не понимает свой прототип, он действует, ну, он будет пытаться, например, вот, если он воин, он будет пытаться это в себе сдерживать, скрывать, от самого себя прятать, осуждать. А к чему это будет приводить? Оно все равно будет прорываться, но только уже в неадекватном варианте. Или смехотворном, или ужасающем каком-то, да? Он просто не признает свою природу, что он вот такой. И окружающему с ним очень трудно. Так они понимают, ага, стоп, этот с пулеметом. С ним надо вот аккуратно, хорошо, потому что вот если что, он башку снесет сразу. Вот. И окружающим понятно, и человеку понятно. Да, все нормально работает. А тут он пулемет спрятал, я вообще белый, пушистый, все в порядке. А потом в конкретном... Мы только что думали, что это хороший. Понятно, да? Мы имеем определенный прототип. Мы можем имитировать другой прототип? Можем. Это будет осознанно или... Чаще в жизни это происходит, как, я говорю, винегретик. Нам... Ну давайте представим себе... Я вот уже начал так, спойлер такой по поводу прототипов. Представим, что там девочка воин. А ей говорят, ну ты же девочка. Ты же в платьичке. Ну так же нельзя. Куклой надо играть, а не в голову кому-то зарядить. Если он тебя обидел. Правильно? Если тебя обидели, ты девочка, ты должна заплакать. Чего я должна плакать, если я могу отомстить? Правильно? И начинается, ну, социально неприемлемые формы поведения, воспитания, обучения. И дальше пошло. И дальше потом эта девочка... Блин, она по своему предназначению, она должна быть такая подтянутая, там такая вот... Она растолстела, разожралась, потому что она там латы свои наращивает, жировые, чтобы под собой себя спрятаться. Понимаешь, да? Ну и становится просто истеричкой. Она могла бы зарядить так, что мало не покажется, а она теперь просто рыдает. То есть ни к чему хорошему это не будет? В конечном счёте... Послушай, тут не хорошее, тут обыденное. Человек превращается в ничтожество. Если он не понимает своего прототипа, он ничтожен. Он сам себя не понимает, у него всего как бы по чуть-чуть и ничего толком. Такое среднестатистическое. Понимаешь? Да, ну я туда отвечаю, он кивает, может быть, ему это подходит. Можно ли включить, исполнить? Можно, можно. Но это будет не ваше. Я говорю, может ли человек там, вот, Арнольд Шварценеггер сыграть, я не знаю, там, Гамлета, да? Но это будет другая пьеса. Получается, когда он имитирует, ну, другой прототип, получается, он сам сжигает себе ту энергию, которую он уже, ну, положительно, направит. То вот мы ехали сюда, я смотрел, там реклама «Гигант Шина» у вас там есть. И там в качестве бренда, вот, кстати, уже, я так, про завтрашний день, в качестве бренда Сумо, Сумоист, да, стоит? Да, да, здорово. Вот я представляю, давайте так, Сумо, давайте из него бегуна сделаем. Ну, похудеть же ему надо, правильно? Жира много у него. Надо ему там питание правильно организовать, подсушиться, правильно? Что мы получим? А ничего особенно не получим. И Сумоиста не будет толкового, правильно? И бегуна нормального. Такое. Вот, я помню, сейчас, я помню, проводил семинар вот прошлой осенью в Одессе, и иду по привозу, там, этот знаменитый базар одесский привоз, спрашиваю там у женщины, это у вас сметана или простокваш? Она говорит, такое. Что? Такое. Сейчас постоит еще немножко. Что поделился или пострелил? Вот. Получается, не личность, да, не целостное такое, хорошо резонирует. Вот, знаете, говорили там, крупная личность, такой настоящий человек, да, вот такой сильная там личность. А так получается такое. Если понимаете, не то, не то, не то, не то, не то, не все. Да, ни рыба, ни мясо. Можно, можно напихать себе кусочков от разного там, ну вот, социальных масок налепить на себя. Ну вот такое. Там бы какой-то, вот поднималась там где-то рука еще. Кто-то поднимал руку. Можно я? Да. Да, ну вот сейчас тебе тоже слово. Ladies first. У меня немножко в голове сейчас непорядок. Да. Вот про то, что девочкам говорят, что ты должна быть девочкой, мне так говорили. Представляешь? Но я воевать хотела, да, там, например. Ну не то, что воевать, я была очень такой, как мальчик. Но сейчас я уже не хочу себя вести как мальчик. Я уже хочу больше быть другой личностью. Как скажешь. Да, в голове уже сломали так стареатив. Представляешь? Мой личный, да? И выглядишь ты теперь больше как девочка. И глазками так делаешь. Нет, я могу выиграю. Ты можешь. Да, проявляю. Вот и понимаешь, что происходит. Вот она смотрится, выглядит безобидно. А потом какой-то махач начинается. Люди говорят. Мы думали, ты хорошая. А когда, если понятно, то тут махач. Все ясно сходу. И людям понятно, и тебе конгруентно. Мы будем применять слово такое конгруентность. Как это будет внешне проявляться? Ты станешь выглядеть по-другому. Зачем брюки? В юпочке знаешь, как можно зарядить так? Есть, пожалуйста, пример человека известного, который хорошо, наиболее ярко в свой прототик понимает. Жириновский. А Анжелина Жири по отношению к своим детям? Вы знаете, Анжелина Жири, там актерские многие вещи. И судя по тому, как ее сильно колбасит, скорее всего, нет. Да, и вот в семейной жизни, в личной жизни ее сильно подколбашивает. Скорее всего, там нет точного знания своего прототипа. А кто? Я не знаю, я с ней лично не знаком. Пока. Для того, чтобы разобраться с прототипом, у нас есть комплекс упражнений, такое тестирование, самотестирование. Но самое важное, ребята, вот то, что вам как, такой, я не знаю, девиз на ближайшие полдня. Понять свой прототип может только один человек. Вы сами. Будем говорить вот как про группу крови, про какие-то первичные внутренние реакции. Самые глубокие, самые истинные, для вас настоящие. Снаружи, ну, как говорил доктор Хаус, все врут. Вот мы будем этим заниматься. Огромная искренность самим собой. Это точно не так, как, знаете, там приходите, ты овен по гороскопу, значит, ты вот это. И начинают тебе. Не то, что я против астрологии, но это точно не я вам расскажу, какой у вас прототип. Я расскажу про прототипы, я дам тесты, как можно себя протестировать. Но я не залезу в вашу душу для того, чтобы проверить, насколько там вот чисты те реакции, насколько вы чисты перед собой. И одна из реакций, которая некоторых людей пугает, она ближе у вас к обеду будет, это такая спутанность, так кто же я? Вот что это со мной? Это нормально, через нее нужно пройти, потому что это обозначает, что вы подошли к огромным там складам социальных привычек и масок, которые вам с детства напихали. Вы, может, даже какие-то вещи уже не помните, когда вам запихивали. И вот там будут такие двоичные реакции. Через это нужно просто пройти дальше. Ясно, да? Каким-то самым таким истинным для себя. Вот мне вот так хорошо. Конгруэнтность, слово знаете, да? Из математики, геометрии. Две фигуры считаются конгруэнтными, если при наложении они что? Совпадают полностью. Вот только вы можете понять, где вы там с собой полностью совпадаете. Ну и еще. С одной стороны, вот мы говорили с вами про то, что прототипов всего четыре, но их как бы нюансы, их стилистика, вот я уже начал говорить про прототип воина. Это может быть самурай, а это может быть рыцарь. Это может быть богатырь, ксеновоин. Понимаете, да, там нюансы вот уже стилистические, но это все про одно. Понятно, да, про что я сейчас? Да. Чуть громче говорите. Да, чуть-чуть громче, я вас плохо слышу. Вы говорите о том, что мы сами тогда должны разобраться в себе. Но вы с этой стороны как-то поможете? Да, обязательно. Я же сказал, я дам тестирование, но я точно не смогу разобраться, вот у вас там самая первая реакция, какая на это все. Понятно, да? Вот как бы вам хотелось. Может быть, еще раз предупреждаю, к обеду там где-то у вас будет такое, что вы и сами не очень будете разбираться, потому что там такая полезет всякая кашка. Но мы пройдем через нее и начнем разбираться лучше в себе, да. То есть какого-то экстренного понимания, кто перед тобой, не получится? Получится, но еще раз, нам нужно будет пройти через то, что вы спрашивали, огромное количество социальных напластований, когда нам, все, кому ни попадя, пытались в нашу душу запихнуть, что-то, с их точки зрения, засеять туда доброе, вечное, светлое, полезное, я не знаю еще какое. Понимаете, да? Повлиять на нас. Ну и плюс к этому, большинство людей на этой планете, к сожалению, не понимают своих прототипов, поэтому они тоже транслируют нам такие вот ни рыба, ни мясо. Ну и мы-то сами привыкаем к этому. Вы меня спросили, да, я ответил вам про Жириновска, это тип шута. Ну всем понятно, что это шут, да? Но отдайте себе отчет, что фактически это вариант того, что он, в первую очередь, благодаря этому прототипу, он имеет такой яркий имидж, неповторимый, да? И мало того, этот человек уже 30 лет приводит за собой в парламент России где-то от 50 до 70 людей, имен которых мы чаще всего даже не знаем, они с Жириновским, правильно? Ну, он так и не стал президентом. А может, ему это и надо, дорогая моя, вообще-то к шутам в короли не очень нужно, им где-то при королях. А если он во внутренней жена, если-таки есть или нет? Я не понимаю просто, как можно не хотеть стать президентом. Ваше Величество. Я просто не понимаю, как можно не хотеть быть президентом. Он осознал себя. Я был, ну, как, хорошо, очень близко, знакомым с ним в 90-е годы. Я наблюдал, как этот человек осознавал свой тип реакций. И когда мы наблюдаем его, правда же, он кажется очень колоритным, очень самобытным, правда же? Ярким, неповторимым. То есть можно быть похожим на Жириновского, индивидуальность такая, но на него, он сам похож сам на себя, в первую очередь. Он собой становится. Понимаете, да? Вот возможность стать самобытным, колоритным, самим собой, более точно понимать себя, резонировать самим собой. Он, ребят, 30 лет вот на этом вообще. У него же нет там каких-то, у него же не было ни партийной школы, каких-то там знакомств, каких-то связей. Вот он, вот на этой самобытности в первую очередь. Понятно, что там есть какие-то сопутствующие инфраструктуры, все это. Ну вот, это он. И такого достаточно много. Я не буду сейчас уже влазить во все эти примеры, мы про них поговорим. Сейчас еще, может быть, парочку вопросов, и мы двигаемся дальше. Да, Наташа? А есть какая-то там взаимосвязь между прототипом и, например, сферой деятельности, что, например, шуты, вот они чаще всего идут там в политику, например, и являются аппаратами, а корректуры? Нет. Правильно? Нет. 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 Это абсолютно необязательная связка, тем более, вот тут человек говорит, что президенты. Понимаете? Нет таких связок. Любой прототип может практически в любой сфере деятельности достигнуть чего-то. Но в некоторых случаях это будет смешно. Например, король автостоянки. Встречали таких? Да. Они на каждой стоянке. Король автостоянки. Вот мы только что проезжали через шлагбаум, там королева шлагбаума. Она даже не встает. Величество, правда? Может выглядеть смехотворно. То есть можно понимать, что если у тебя такой типаж, то все-таки займи в социуме подобающее место. Ну, такое тоже может быть. Да. Скажите, пожалуйста, в чем ключевое различие между архетипами и прототипами? Архетип. Ну вот, архангел, слышали? Архи важно. Как переводится арх, да? Сверх. Прото. Прото-плазма, прото-изначальная, первичная, незамутненная, чистая. Да? Прототип, изначальный тип, чистый тип. Да? Без примесей. Архетип тип, находящийся над всеми типами. Вот давайте так. Они как-то взаимодействуют? Сейчас объясню, сейчас объясню. Архетип бабочки. Это несуществующая бабочка, вот так вот, знаете, вот просто воплощение бабочки, вот какая она, или, давайте так, архетип блондинки, все представляют? Что такое быть архетипом блондинки? Вот такая вот блондинка, вот сейчас совсем-совсем блондинка. Правда, да? Да, архетипы. Прототип. Это те реакции, вот там бабочки, или чего-то там, или блондинки, которые являются изначально чистыми. То есть, наоборот, очищенные от всех примесей, да, вот от всех вот этих. Вот убрать всю вот эту мишуру этой блондинки, да, и понять, вот, а что там в основе всего этого? Без подробностей, без, да, вот, в чистом виде. Понимаешь, да? А если не понравится? Кому? Так, то есть, при свидании с самим собой решил, что я сам себе не подхожу. Окружающим? Довольно говоря, про блондинку я начал с ней разбираться, выяснил в итоге, что я не хотел этого делать. Так она просто сама разобраться, а не ты думаешь, да? Ну, она сама закопается, если не захочешь. Если ты не примешь себя, ну, знаешь, вот это, я все верну. Могу еще немножко даже подпортить еще больше. Прото, да, изначально чистый. В том виде, в котором человек есть, чаще всего это определенные примеси, мутации уже. Какие-то. Вот, кстати, для женщин часто объясняю. Кто-то из вас видел такой вот прототип красоты? Это когда она не старается соответствовать какому-то типажу, да? А вот наоборот снимает все. Видели, как макияж, который выглядит как будто бы без макияжа. Кто такое видел? Да, все. Мужчины, если не видели, думают, что они все равно видели. Да, да. Вообще это больше проявляется через тарифы. Да, да, да. Вот такой вот, как мы добираемся к какой-то сути. В свое время имидж Кензо, когда они начали разрабатывать, они взяли это за основу, идею прототипов, и они брали какие-то женские лица, женские фигуры, которые не соответствовали каким-то эталонам красоты, как, ну, да вот, архетип — это эталон, да? Соответствует чем-то, высший этал. А они брали там веснущих каких-то девчонок там с зубами, но таких, блин, таких истинных, таких каких-то настоящих. Видела, да? Таких вот, вот смотришь на нее, блин, вот такое настоящее лицо какое-то. Понятна разница, да? Да. Хорошо. Вот. Архетип близок к идеалу. Например, архетип матери — это идеальная мать. Вот какими качествами должна обладать идеальная мать? там, богородица, там, какая-то, да? Прототип — это реальность. Какая ты реальная мать? Какая ты настоящая? Да? Очень часто у женщин, когда они там насмотрятся, я часто люблю приводить этот пример, насмотрятся рекламы про то, как выглядит жизнь мамы молодой. Видели, да? Все белое, все красивое, вот она причёсанная, выспавшаяся. У кого есть детки? Ну, поднимайте руку, кого я сейчас, кому я крышу сношу? Вот, она выспавшаяся, такая прекрасная, в доме чистота, у неё укладка, правильно? Педикюр, маникюр, вообще всё прекрасно, она там гули-гули делает, ребёночек там, что-то там, ей тоже, вообще шикарно всё. В том рождается реальный карапуз. и вот она где-то после родовой депрессии, кстати, у наших там предков не было после родовой депрессии у женщин 300 лет назад. Не было телевизора, у них не было архетипов, да, то есть идеального типа, как это должно быть. И вот она, а наша женщина сейчас смотрит, она понимает, что вот она как-то не укладывается в этот архетип, и она добирается до прототипа. А какая я мать реальная? И чаще всего, когда или если женщина добирается до своего прототипа, привет, садись, ребёночку становится офигенно, он понимает, что у мамы такая реакция, вот тут получу по жопе, ну если это воин, а тут будет ржачно, если это шут. Вот такой он настоящий становится, мама становится реальной. Мамы проходили через этот этап, правильно? Вот я сейчас про это. Разница, понятно? Спасибо за вопрос. Так, ну что ж, я не могу уже больше оттягивать знакомство с прототипами, потому что я уже фактически про них всё рассказал. Сейчас будет маленький кусочек информации, который одновременно является тестом для вас. Я буду рассказывать про каждый из прототипов, и я попрошу вас вспомнить ситуации в жизни, когда вы были, вот послушайте слово, истинным, настоящим для самого себя в первую очередь. Вот для меня вот так в украинском языке есть такое слово природный, да, то есть естественный согласно своей природе. вот в этот вот каких-то не обязательно это кризисные ситуации, вот вы были вот таким настоящим-настоящим для самого себя. Может, это нравилось окружающим молодым человеком, может быть, нет, может, вы в этот момент даже самому себе не нравились, но вы понимали, блин, вот я такой. Не знаешь, какой ты, сейчас узнаешь. Я вспоминаю, такая была описана ситуация в книге Кена Робинсона, сидит девочка, балуется на уроке, там, девятилетняя там или восьмилетняя, а потом им задают задание нарисовать что-нибудь. И вдруг она начинает так просто вот так вдохновенно что-то рисовать, не учительница подхода, и говорит, что ты рисуешь? Говорит, я рисую Бога. Так никто не знает, как выглядит Бог. Сейчас узнают. Сейчас ты себя узнаешь. Хорошо? Вот что больше всего узнаешь? Итак, я рассказываю, и это одновременно для вас тест на себя истинного. Поехали. Итак, у нас есть прототип, который мы назовем принцем, поэтом. Вот он. Кстати, к этому прототипу относится Иисус Христос, кто меня спрашивал, какие типажи из известных людей. Иисус Христос. Что это за типаж? Чистый, искренний, поэтичный, очень идеалистический, знаете, очень тонко настроенный, очень эмоционально, такой вот многообразный, тонко чувствующий, сердечный человек. Кстати, не обязательно, что он какой-то такой вот только вдохновенно слабенький. Вот Гитлер, кстати, тоже был из этого прототипа, эмоциональный. Правда же, да? Очень такой страстный товарищ, проповедующий. Очень многие, у вас там, кстати, описаны все это очень подробно, типажи с картинками, так я хотел бы верить. Смотрите, вот с картинками, на страничке какая? 13-й. 13-й, с картинками, там с описаниями, можно будет потом почитать, обсудить. Он поэтически воспринимает всю реальность. Как такой мужчина нравится женщинам? За что он может нравиться женщинам? Ну, женщины, скажите, пожалуйста. Он романтик, он почувствует вашу душу, он вот да, страстный, такой чудесный, потрясающий, может быть, там, потрясающий, страстный любовник, вот, какой-то вот огромная страсть, он вообще будет потрясать вашу душу и сердце. Антонио Бандерас, кстати, туда же, в своих типажах. Темпераментный, вот, такой вот. Все заметили его? И сразу темная сторона. Перед вами Джек Воробей. Тоже страстный, тоже темпераментный, и тоже с какими-то кружевами, если помните, он там носился. Склонный к бродяжничеству. Иисус, кстати, тоже был склонен к бродяжничеству, если кто-то помнит. Перешел на темную сторону. Понимаете, вот я сразу описываю светлую и темную сторону, да, потому что они не являются светлыми и темными сторонами, просто это вот разные стороны человека. этот типаж склонен к такой богемности, что ли, вот такой какой-то, ну, малопривязанности, какой-то меркантильности, хотя есть среди художников, там, поэтов, которые принадлежат к этому типажу, достаточно состоятельные люди, состоявшиеся люди. Но главное, что этот человек выражает свое отношение к себе и к миру через страсть, через эмоцию. Его реакция это эмоциональная страсть. А там и женщины, сейчас женщины тоже будут. То есть к этому типажу не могут женщины отступиться, да? А теперь женщины. Тоже кружавчики, возвышенная такая, Наташа Ростова, все утонченные принцессы, всех сказок, локоны, кружева, поэзия, возвышенные, какие-то бабочки, что-то еще. Ой! Романтика. Твоя мама? Тебе виднее. Твоя мама? Или же вот такого? Она же. Она же. И опять здесь в основе что? Страсть. Страсть. Эта женщина легко вообще восхититься стихотворением и захватит истерику. Почему? Потому что она в страсти. Она живет в своих чувствах. Для нее жить это значит чувствовать. Как? Ну, все-таки как это улучшение. Чувствовать свои переживания, проживать, переходить от одних эмоций к другим. Все понятно, да, что это за типажа? в свете того, как она себя презентрует. Давайте сейчас все вместе сделаем просто. Может быть все вместе, всей группой, может быть по группам я сейчас посмотрю, как это у вас лучше сработает. Дайте мне примеры тех, которые я в Жириновского приводил, да, для других. Орлориша Снеггера для воинов. Кто, по вашему мнению, из известных людей воплощает этот потетик? Ну, Наташа, кто ее приводил? Литературные персонажи, реальные персонажи? Кто? Принц? Зора. Зора может? Зора, да. Я думаю, что Бродяга это в фильмах Чаплина, где он играет. Отлично. Он Бродяга. В фильме Чаплина, правда, да? Временский музыкант, Трубодушный. Маленький человек. Временский музыкант, если это русское слово. А если сказка, допустим, про Мальвину. Мальвина Пьеро. Мальвина разве не принцесса? Типичная. Хотя, смотря в какой сказке, как читать. Я читал, вот когда она начинала строить буратино, у меня исчезло ощущение, что она такая же. Она была одета, как принцесса, но вела себя в христианную очередь. Я говорю про Пьеро. Про Пьеро. 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 В принципе. Да? Переживание эмоциональное. Сбежала Мальвина, чужие края. Сбежала Мальвина, немецкая моя. Золушка. А? Золушка. Не пустышка. Золушка. Золушка, конечно же, Золушка, Юголовочка. Д'Артаньян. Д'Артаньян, не принц. А, кстати, кто из них там был принц? Арамисис. Арамисис. Кстати, во многих шедеральных произведениях вы будете иметь все четыре прототипа присутствующих. Четыре мушкетера это как раз четыре прототипа. Почему нам так нравится это произведение? Мы не понимаем. Но там они очень точно транслированы. И это все настоящее. Да, и нам кажется, что они нам кажутся настоящими в педагоговском произведении, потому что они очень-точно транслируют определенные характеристики прототипа. Арамис, кружевар, поэтичный, очень нравящийся женщинам, куртуазный. Определенная пластика, вот я сейчас показываю, да, мужчины? Давайте. Я понимаю, что три мушкетера снимали в Советском Союзе, а Джека Воробья снимали в Галлибурге. Но, если мы посмотрим на Арамиса и на Джека Воробья, мы что увидим? Сходство движений. Какие-то тонкие жесты. Кстати, вот завтра мы коснемся работы от массового сознания, но есть еще, есть кроме прототипы два, есть еще прототипы три. Это отношение к культурам, даже целым цивилизациям в отношении стран. Была такая культура, как барокко. Со всеми париками, со всеми. Она вся, в принципе, навязывала. То есть, тогда вот сама культура навязывала, что все должны совести очень клерам, женщин, мужчин. Понимаете? Она вся была в лице. Так, разобрались немножечко? Нужно вам в группах поговорить несколько примеров. Понятно? выходят. Хорошо. Двигаемся. Марк, шут, палач, он же в темной стороне своей. Главное, что везде у нас улыбка. Иногда какие-то улыбки страшные, иногда веселые, иногда веселые, страшные одновременно. Владимир Иванович, очень большой привет. А кто же еще у нас? Ну, давайте, мужики, прототип, изначально. Опять, что такое прото? Они все, да, принадлежат, вот у них у всех один родовой признак, да, один прототип. Они все по-разному воплощаются, Живиновский, там, клоун, или кто-то еще. Вот тип у них изначально чистый, один. Кукла Джо. Так, еще. Давайте так, у нас уже начались четыре мушкетера, кто из четырех мушкетеров был здесь? Тартаньян. Не, 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 этот Портос. Портос. Веселый, толстый. Так, и что, типажи мужики? Джокер из Бэтмена. Джокер из Бэтмена, маска фильм, правда? Гендерф, нет. Крепкий орешек. Крепкий орешек, да, с юмором, там все очень весело. Он вроде боевик, типа, но он там побеждал не за счет того, что у него в группе. Так, еще. Давайте все-таки мы это сделаем. Группы, вот. Сейчас посмотрим, да, давайте чистые варианты. Давайте мы сейчас сделаем, раз, два, три, и, в общем, три-четыре человека. Дайте мне, сейчас, в течение двух минут, соедините, пожалуйста, в группу по три-четыре человека, в течение двух-трех минут, дайте мне примеры. И одновременно, посмотрите, пожалуйста, еще и женщины. Какие у нас женщины? Посмотрите, понимаете. жрица, она же ведьма. В качестве первого же, самого яркого для меня примера, мастера Маргарита, помните? Маргарита, это вот, а, кстати, мастер кто? Типичный, принц такой вот, там, весь творчестве свое, а она ведьма. А как этот переход происходит? А он не происходит. Мы будем говорить про это после обеда. Дело в том, что нет никакого перехода, это просто две части, две стороны одного и того же. Жил-жил поэт, там, раз у него какой-то период слишком нервный случился, начал бухать, пробляжничать, потом опять вернулся к чему. Это две стороны одного и того же. Итак, я попрошу сейчас, я про мастера Маргарита вам сказал, какие, какие типажи, да, вот мужские и женские на этот прототип. Соединитесь, пожалуйста, до группы 3-4 человека и дайте мне примеры, у вас в раздатках есть, да, описание этого всего, примеры из живых персонажей и в первых группах. Давайте сравним, представим себе мальчиков и девочек, как будут играться мальчики и девочки в зависимости вот от того, прототип принц-поэт и принцесса, да, или шут-маг-жрица. Как будет играться маленький принц? Что он будет делать? Строить на расчетах. Что рисовать? Что-то рисовать. Создавать какие-то чудесные, может быть там, может он, может он, может он, может он, стихотворение даже будет каких-то делать, правда? Рассказывать там, он может, ценные истории рассказывать про персонажей, которые что-то там, он не будет рассказать про взаимоотношения этих там, между собой, кто к кому пришел в гости, кто-то что-то сделал. Так, а как будет играться маленький шут? Он подойдет и вернует к принцу заколом, петру, хотя бы и поршет. Постоянно на себя внимание вытянуть. Тереть внимание, пытаться быть центром внимания, правда? Ему не особенно интересно, если он даже шарит, баловаться, правда? Лишь в центре. Вот. Ну, не зря, что там маленький принц изюбери, правда? Мы не можем представить его в режиме того, чтобы он там привлекал внимание, да? Карлсон. Шут. Карлсон Шут, да, типичный. А про женщин. Как будет играться маленькая принцесса с куколками? Ну как? Наряжаться. Наряжать, переодевать, они будут ходить в гости, у нее пить чай, правда? Так, а как будет играться маленькая жрица? Колдовать. Фиячить уже сразу. Драмки свежут. Головки откручивать. Внутрь что-то там закладывать в куклу, что-то там. Она вот в воду уже устроит там. Чайчиков. Капец. Чайчиков. О, там, у нас знакомо. То есть, если у меня дома... Она будет исследовать это все там, что-то там вытворили. Сева, я поняла. Лила и Стич, когда она в банку, это мои подруги, они накосячили, говорит, мне надо их отомстить. Вот, она маленькая жрица. Да, 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 да. Ну, вспоминайте, огромное количество фильмов про всяких волшебников. Гарри Поттер, правда? Кстати, сам Гарри Поттер по себе он не маг. Вы догадываетесь, да, кто? Он принц. Он принц, он романтичный такой. А вот, когда там колдуют, Ермена Грейджер, для меня это типичная вот вообще ведьма, только маленькая пока. Да, что-то там, изучить что-то, какие-то у них секреты будут у этих девочек. Ну, вспоминаем, да, детство? Так, теперь давайте юношеский период. Как будет вести себя юный принц? Стихи писать. Стихи писать, творить что-то, музыку, увлекаться чем-то, фанатеть от чего-то, у него будут какие-то идеалы, какие-то, да? Плакаты развешиваются. Плакаты какие-то развешиваются. Кумиры, к которым он эмоционально привязан, правда? Любляться и страдать. Так, ну, у Шута тоже могут быть плакаты, но это вообще другие плакаты. Там это... Да? Да? И родители заходят, как... Сработало. Что за сеть? Да? На он, а-ха-ха-ха. Па-па-па-ма. Я просто пытаюсь вам, чтобы вы вспомнили. Понимаете, да? А у них совершенно разные будут вкусы. Вообще разные. Так, как будет юная принцесса себя вести? Так она будет с родителями, там, с одноклассниками. Папочка, мамочка. Папочка, мамочка. Только, вот, без сарказма, пожалуйста. Мне вообще без сарказма. Реально папочка, реально мамочка. Ну, кстати, ее может и снести и в другую сторону, да, эмоционально. Вот, если папочка и мамочка эмоции не дают, которые нужно, значит, она найдет себе кого-то, она увлечется, сбежит с ним куда-нибудь, романтичная. Джульетта. Это она же. Кстати, Ромео и Джульетта, это вот как раз мы будем сегодня вечером, завтра, утром говорить про то, как они между собой дружат, брак и устраивают. Ромео и Джульетта, это какой прототип? Опа. Принц-принцесса. Давайте так, представим себе на секундочку, что Ромео и Джульетта это шут и жрица. Ну и колтуни. Что делаем? Все закончилось. Вот я скажу так, она бы точно не отравилась. Она бы отравилась. Она бы кого-то отравила. Она бы забралась иначе, правда? Дальше. Он бы что? Он бы поржал, сделал какой-то прикол. Вот, блин, прикол. Я влюбился в Чирику из соседнего клада. Это ж надо, папа, мама. Давайте что решать. Он бы тут всерьез не воспринял все эти разборки. Оборжал, что-то сделал. Но, кстати, нужно помнить, что темная сторона, мы про это будем говорить с вами ближе к кофе-брейку уже после кофе-брейка. Просветные темные, так называемые стороны. Вот состояние палача, это такой черный юмор, черный смех. Тут там хаос, кстати. Это же типаж. Всем понятно, да? Шут, конечно. Быков из интернарных. Да, Быков из интернарных туда же. А Джеймс Бонд? Джеймс Бонд чуть дальше будет. Хотя, хотя какой, смотря какой, там есть, по-моему, там какой-то был один Джеймс Бонд, который решал все там... Через постель. Через постель, да. А один был, ну, они разные там, Джеймс Бонд, в зависимости от того. Вот последний Джеймс Бонд. Я до сих пор помню, там какой-то был один, который там сражался, в режиме того, что там кого-то облил, тот кричит там в ужасе, и тот смотрит, чем облил, там не самая Джеймс Бонд. Ну, там они разные типажеры, такие не спрашивали, я точно не могу сказать, потому что в зависимости вот режиссера и актера, они там разные типажеры представляют. Так, хорошо. Немножко разобрались в этих двух прототипах? Это колдунья, женщины. Вот давайте так, теперь более старший год. Как будет соблазнять мужчин женщина-принцесса? Ну, Наташа Ростова вспоминали. Как такое вообще? Как она будет строить отношения? А? Красотой. Красотой, изысканностью, дочемностью, правда? Какими-то своими душевными, тончайшими нюансами, перепадом настроения, и поэтичностью натуры, каких-то возвышенных, каких-то таких воспалений. Правда, да? Темной стороной проще. А? Темной стороной проще. Или темной стороной, хоть в страсти, да? Какая-нибудь там, карменситная, но опять все чувствуют. Вот. Причем, люди, шлюха, это не проститута. Это по золу души. Есть такая опера Олега, там, цыганка такая, которая бросил всех, бросила свою маленькую дочь, ушла по зону страсти куда-то там. Вот есть такой типаж. Так. Ну, порядочная женщина. Первая, вторая, третья, все по порядку. Все по порядку. Да. Ну, кстати, по порядку, там, может быть, если по порядку, это следующий типаж будет. Так вот. А как будет вести себя магичка? Ведьма. Чего-нибудь ему какого-нибудь... Привораживать. Отварчик какой-нибудь. Да, отварчик, что-то захаваешь, и все, капец тебе. Борщица. Борщица, говорит. Вот. Заболить что-то, сделать все, дышать духами и туманами. Ой, нет. Что такое? Трусы залезли. Так начинается, да? Вот. Красная. Красная. Околтовать, очаровать, вот, таинственностью своей, Калипсо помнит? У меня может быть внешний вид, да? Приворажить. Она, кстати, может снаружи выглядеть и не очень привлекательно, но это уже не важно. Ты прошу все слабо. Ты уже попался. Заколдовали тебя. Понимаете, что вообще про другое. Типаж вообще о другом. Так. Как будет строить отношение принц с женщинами? Пить серенады пить. Пить серенады, ухаживать, изысканно, там, цветы, там, что-то еще, какие-то, все тонкости ее души, понимаете, там, как-то вот, подвиг, родея, подвиг, реагу, подвиг. Кстати, Дон Кихот этот, что ты же парень? Все понимают? Он вроде, типа воин, но нифига, да, он же, там, ламанческий, так ли. Тот же, еще раз, герой Банзераса, то есть, он может быть очень сильным, очень таким, мужественным, это не значит, что он такой слабовольный и слабосильный, нет, но он страстный. Ну, я имею в виду сейчас ту часть фильма, где-то однажды в Мексике, если вы видели, там, так пострунуло. А Челентано, Челентано это шут? Челентано, конечно, шут. Вот с тебя-то вообще жестко сели. Ну, не во всех произведениях, но чаще всего это шут. Если там вспомнить украшение строптива, и помните, как он вытворял? Вот он, он женщина, он сейчас за мной приморонит, причем с ним же ж не скучно, с ним же ж весело. Мало ж не покажется. А женщины любят развлекуху, любят какие-то приполы. Все. Вот если далеко не уходить, то у женщины, которая пыталась его покоричнее. Да. Ну, по сути, сначала она срежется. Пока она пыталась из себя принцессу корчить, ничего не получает. Потом она перешла в свой настоящий прототип. И все нормально. Оболновала его. Вот тут женская хитрость, а тут женская бесхитрость. Ну, такая искренность. Девочки просят. А тут коварство. В чем такое настоящее, женское коварство? А что поэтично не бывает? Они как-то... Сейчас, давайте так, сейчас. Поэзия шута от Зеленина. Я просто хотел бы напомнить, что там вторая его сторона это палач. Что-то его, что ли? Так. Анекдотно скажу, сразу понятно сказать. Надеюсь. Осудили человека на смертную казнь. Ну и приходит к нему палач, и завтра я тебя буду убивать. Какое-то это последнее жадание. Ты знаешь, так совпало, у меня завтра день рождения, что мне что-то сделать. И вопрос. Я, говорит, профи, любой подарок. Так не страшно, голову будешь отрубать, тут не больно. Вообще не важно. Ну и шафот, барбатный хмой, мужик ложится, в нее день рождения, тут кулуну отрубает. Ложится палачная. Уже прижитый. Все? Все. Так, говорит, не больно. Не больно. А ты точно отрубил? А ты кинь. Страшный палачный. Страшный палачный. Страшный палачный. Вот он вот такой. Он вот такой палач. С юмором. С юмором. Весело. С какой-то подколкой, с какими-то, вспомните, до второго кауза, как сколько он там устраивал, всяких козней. Администрации, палачный палачный палачный. Ну что, разобрались ли? Можно про следующий раз? Девушку точно так же будет соблазнять с такими приколами, что у нее там хорошо будет сносить. И одновременно весело. Непредсказуемость. Вот это. Козырь. Беселье. Непредсказуемость. И адреналин от того, что есть страшный, прикольный, интересный. достаточно вспоминать свои. Да, свои, только. Да. Дальше. Двинемся дальше. Воин. Ну тут на самом деле все достаточно просто. Кто в армии служил с дуцерки, не спеется. Четкие принципы. Достаточно прямой путь. Все вот типажи, всех этих богатырей, бадыров, рыцарей, самураев, кодекс чести. Правильно? Везде. И, ну так, потом помню. Ради светлой, доброй цели положим много персонажей. Кто-то из вас видел женский персонаж, женский персонаж Килл Билл, убить Билла. Помните? Это женский вариант. Тоже слезка течет, она женственная, мягкая, нежная. После кофе-проекта я вам буду показывать видеоролики даже. помните? И косик там. Шинкует. Понимаете? Вот. Да, там еще есть вариант такой, мужчина должен знать в женском прототипе, темной стороне. Они же, понимаете, они же, это, на поражение они не стреляют. Они на мучение стреляют. Мужик стреляет на поражение. Мистер и миссис Митт, да? Где девушка? Вот. А там она будет стрелять в колено, бить по яйцам, 15-метровым, сантиметровым под кулком, насквозь. Это он проходит сейчас? Да, конечно. Да, проходит. Она не будет пытки устраивать. Но она будет просто, ей нравится, когда противник не просто упал, он еще перед этим портится. вы знаете, правильно? Отсечь ему какое-нибудь место, посмотреть, как он даже. Артерида амазора. Понимаешь? Артерида амазора. Ну, ты надо помиловать. Оставим минимальное количество конечностей. Ну, Жанна-Дарк еще поломарярка. Жанна-Дарк, конечно. Сейчас вы тоже пообщаетесь, я про эти два прототипа расскажу. Вот они. Вот он, горем. Как настоящий мужчина должен быть? Могуч, вонючий волосат, правильно? Сильный. Кто из вас видел фильм Кинг-Кон? Вот это как раз вариант такого Кинг-Конда. Здоровый, сильный, брутальный, страшный. Но до времени некоторые женщины очень любят чтобы мужчина был рядом с сильным. Правильно? Да. 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 Женский вариант. Ну и король. Король. Его суть власть. Кстати, если кому-то интересно по одному слову, то сила власть мудрость страсть. сила власть, король, мудрость, шутка, и страсть, да, ну и принцесса. Сила, сила власть, мудрость, страсть. Что здесь? Король это тот, кто вокруг себя создает пространство, которое есть пространство его жизни, которым он управляет. Свита играет короля. Это тот, кто очень тонко просчитывает все ходы, как то, что сделает, он играет на них как шаг. Если он как-то на светлой стороне, как крестный отец, да, он четко там понимает какие-то слабости, страсти, помогает людям. Если на темной стороне, то он просто пользуется этим для того, чтобы люди друг друга или он их сожрал. ну и девочкам вариант. Тут нельзя назвать ее царицей, она императрица. Это та женщина, к которой вы зайдете домой и она скажет, переоденьтесь, пожалуйста, в тапочки, только переодень. Она скажет, садитесь, пожалуйста, попьем чаю, пьем сядьте, даже если вы передаете, выпьете два литра чая. Игровой даже, да, я поняла. Понятно? Да. То есть ты будешь кушать то, что она скажет. Я так иногда пила чай. Сколько, сколько она скажет? Три кружки выпьет. Не хотела вообще. А куда ты денешься? Да, с королем садью. Это шума. Знаете? Ну, даже. Темный вариант. Это точно так же создание такого мачеха, создать темное обвластвование вокруг себя. У вас сейчас задача следующая. Вы в тех же группах определяете, ну, у вас там они есть, с примерами, срадитесь, и подпрятывают так сильно. Дайте мне, пожалуйста, примеры воинов, мужчин и женщин, и примеры королей, императриц, мужчин и женщин. Хорошо? Как будет играться маленький воин? Ребенок. Войнушки играться, на сражения какие-то, нефиг привлекать внимание какими-то приколами или балостом лишалось. Правда? Он будет там, не обязательно сам по себе будут сражаться, у него будут солдатики, правильно? Целая армия. А? А если он еще переодевается, переодевается. Ну, да, может быть, он какие-то вещи переодевается и стреляет, переодевается в солдат, и так далее. У него будет война. Как будет играться с солдатиками, внимание, маленький король? Даже если у него солдатики. Он будет армазовать. Он будет их всех строить, он будет иметь что? Павли Левать. Он посадит там каких-то персонажей, кукол и так далее, он будет им отдавать приказания. Погружающийся посадит. Петер Третий? А? Петер Третий? Да, да. Отдавать какие-то вот, да, вот. Вы идите сюда. Да, Петер Первый тот же самый. Мама, пойди скажи бабушке, что вот это нужно сделать. Пойдет шахматый клуб. Шахматы очень хорошо. Так, девочка воин, как будет себя вести? Маленькая. Дерется. А? Дерется с мальчиками. Дерется вполне нормально. Все, кстати. Причем, знаете, она очень быстро поймет одно преимущество женское. Страва, отец не бьет. Вот. Я такое как-то видел, знаете, еще поразился, насколько ребенок может быть конгруэнтить саму собой. Подходит девчонка, малая, года там, четыре-пять детском саду, заряжает пацану куклой в голову, пусть она куклу использует по назначению, качественное оружие. У нее оружие будет все. И потом ставится так, а девочек пить нельзя? А у него стоит, у нее там трансформация будто не происходит, перепрописывание морального кодекса. Она реально будет свержаться. А как если вот такой простой у меня ребенок перемещается по всем этим очень легко? Пока да. Потому что вот так долбануть по голове и сказать, ну что ты делаешь? Я сейчас его поцелую. Она его погладит, поцелует. Он уже заплакать не успел, она его уже погладила, поцеловала. Разберемся. Сейчас он не будет интересовать чуть-чуть сейчас походе. Сейчас будет интересовать первичные реакции, потому что дети очень пластичные. Они очень быстро реагируют в том числе и на то, какие мы варианты, считай, приемлемы. Нас интересует первичная реакция. Вот я буду давать вам сейчас тесты, да? Можно протестировать и себя, и, собственно, детей, и, собственно, близких. Потому что вот то, про что мы говорили. У нас, может быть, оказывается, ребенок дал первую реакцию, ему говорят, и что? Он говорит, так, а что это я? А как надо? Мама, а как надо? А как правильно? Поцеловать потом, да? Окей, я поцелую. Но у него первичная реакция же в любом случае не изменится. В следующий раз будет первичная реакция, ты же такая же. К сожалению, нет. Бывает, что со временем нас довоспитываются до такой степени, что мы уже не можем разобраться, да? Что мы уже не можем разобраться, что я хочу в первую очередь. Вот давайте так, простой вариант. Маленькую девочку обидели, если она принцесса. Плачет, эмоционирует, там что-то еще. Если она жрица. Она пристально смотрит на тебя. Не-не-не, не на тебя. Она может плакать, чтобы выводить. Вот, Саша, вот тут вообще не на тебя. У нее в этот момент идет флешбек. Нет, не месть. Вот месть будет у королевы. У нее, она прямо сейчас внутри себя, представляете, как она превращает тебя в жабу. У нее колдовство будет. У нее тебе сказка разворачивается, в которой она тебя заколдовала нахрен. Так, ну понятно, что сделает девочка воин. Хадыч в ответ сразу. На поражение. На инстинкт. Просто раз, бум. Так, королева что делает? Вот королева готовит коварный план. Который она осуществит чьими руками? Чужими. И ты даже не поймешь, где ты вляпался. Когда и за что, собственно, была эта коварная месть. Когда запретил. Но если своими руками. Своими руками, тогда это может быть жрица. Жрицы любят своими руками что-то сделать. Разотрать как жабу. Препарировать собственными руками. Понимаете, крылышко оторвать, ножку. Ползем, вторую ножку. Вот так. Что такое? Вот кого резонирует, да? Прямо свое, свое, да, родное? Вот. Вот третью ножку. Все еще ползешь? Хорошо. Хорошо. А если вот так тоже, кого-то все оторвать. Понимаете, да? Вот. Тебе чай понравился? Да, хорошо. Он был с полгеном. Своими руками. Вот принцессы, они эмоционируют. Кстати, они вот там и просто истерику как будто закатить не обязательно. Да? Просто в чувстве человека нравится. Так, давайте теперь промачиваем. У нас было вот с мушкетерок давайте закончим. Кто есть? Быстрейка. Арамис, понятно. Фартос, понятно. Дальше. Дартаньян, наконец-то. Кто? Воин. Блин, на 17-й странице. Это то шлепок из провинции. Умудрился вызвать на дуэль четырех людей, каждый из которых готов был его убить. Он влез, да, вообще? Все, и он пришел, блин, извинения на дуэль. Извините, если меня убьют, я не всем смогу в это быть полезен. Он влез вообще сразу в драму. Он все время влазил в драму, он все время провоцировал, он все время влез на рожону. Войн. Ну и наконец. Атос? Атос. Король. Король. Король, конечно. Он все просчитывал, он там у них есть листья с мозгами был. Ну как там все это там организовывал, да, связи, что-то. Понимаете? Вот по-4. Ну что, немножко разобрались? Как? Нет? Сиди. Еще, вот я предупреждал, к обеду будет состояние у некоторых еще больше запутанности, потому что, как правильно сказали, вот первичные реакции были прибиты с детства, социумом. Нет, если про детство, то вообще все нормально. могут жаловаться по-разному. Значит, как будет жаловаться принцесса? Давайте быстренько. Она хочет чего? Чтобы ее взяли на ручки, защитили, пожалели. Так, зачем жалуются королева? Ну-ка давайте. Ну, чтобы за нее пошли. А, чтобы за нее пошли, и вот она даже может как-то вот так рамотно пожаловать за нескольким людям, чтобы весь был уже тотальный. Есть. Как пожалуется маленькая воина, девочка? Не, она к папе пойдет. Не, 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 не. Папа, Папа, ты меня убит, и я ударила в ответ. И на каких компаний... Папа, ты мне хорошо извини, но в следующий раз дай мне побольше палку. Папа, извините, я в школу вызываю. Да, я там, тебя в школу вызывают. Что ты сделала? Руку сломала. Не себе. Так, и как придет жаловаться маленькая магичка, жрица? Она не придет. Она сама справится. Своими руками? Ну, руками, мозгами, чем-то еще. Она не придет. Она заколдует сама. Так, ну что ж, у нас сейчас наступает самый интересный момент, который отправляет вас в первое упражнение тестирования вас. У вас лично. Хочу еще раз напомнить, что тест должен быть пройдет вами честно. что значит честно? Это значит, что вы самому себе признаетесь искренним в той реакции, которая у вас возникает в моменте первое. Тест вы проходите все оптом. саша, если ты хочешь проходить тест, где-то размести свою потрясающую фигурку, просто сейчас я прям делаю. Вот и проект будет скоро, как раз после теста. Итак, тест такой, что он одноразовый, то есть я не смогу потом повторить. Смотрите, пожалуйста, на меня. Я здесь. Писать ничего не надо. Вот видите, все из своих гаджетов и всего здесь. Будьте здесь. Смотрим на меня внимательно. Итак, вам, человек, жизнь, ситуация, вот со всего паха так-то, лязь по лицу. Первая реакция, что сидят? Значит, есть четыре реакции. Кстати, они же четыре темперамента. У кого эмоциональное стресс, понимаете? Вот. За что? Возмущение какое-то. Да? Так. Кто не собирается разбираться за что и просто сразу заряжает в ответ? У кого по этому поводу флэшбеки начинаются? То есть сразу какие-то фантастики, фантазии, какие-то там образы пошли в визуальном канале эстетическом? Вот. Ну, сразу какие-то предположения, что-то еще. Да? Не обязательно эмоционально, а у кого такое замирание, знаете, как в матрице говорят, стоп-кадр. Да? Сейчас вот подойдет стоп, венцарское это дело. Венцарское это дело. Еще раз, есть четыре реакции. Это четыре темперамента. Это холерик, трюматик, на поле сангиня, да? Скорость протекания нервных процессов. Несело. Еще раз, у кого какая, ребят, там может быть только одна реакция, простите. Сразу, мгновенная первая, у вас от жизни, вот просто стрессовая, вот вот, жизнь у вас наехала. Па-па! Или, или эмоциональный спресс, да? Или флэшбеки. То есть, какие-то фантазии, что это, какие-то впечатления с лиственными связями, да? Или, вот вообще, без всяких флэшбеков, без всяких эмоций, сразу вот первая реакция, там, ответный удар. Или забирание. А если без забирания все получится? Первое, ты слово первое, слышишь? Первое. Можно выточнить? Да. Если это, как говорится, фидеологическое, вот здесь, то у меня будет... Тебя по лицу только раз, вот шла ты по улице, подошел тебе по лицу, да? Хлопайся. Неожиданно. Но вот как вы сказали, жизнь на меня доехала, я в этот момент остановлюсь и тогда подумаю. Правда. Ну что ты не подумаешь? Я просто астрономат, или в акции. Ну так я разгласил. Еще раз. Физическая реакция вас, вот физический тест, вам, вот да, просто вот хлоп. Пощечина. Ну, а что там происходит? Ну, можно на самом деле. У меня, допустим, тренированный, я заряжу. Но, как бы когда вы сказали, я бы подумал, что я ушел в эту защиту сначала. Посмотрим, что дальше мы будем делать. И внимание, значит, ребят, если человек на будущее, если вы делаете что-то подобное, наблюдаете за человеком в критической ситуации, он первую реакцию даст. Если человек по этому поводу долго разговаривает, значит, это не первая реакция. Первая, мгновенная, инстинктивная, вы меня слышите? Прототип, он инстинктивный. Вот сразу, первая же реакция. Удар в ответ, эмоция. Человек потом может собраться, с глотом слезы, и завидеть тоже в ответ, да? Не вопрос. Но первая была такая. Спокойно, я потом все объясню. После кофебрейка у нас будут еще тесты. Мне важно очень, чтобы вы разбирались, до того, как что-то с этим делать, надо разбираться, кто ты. Потому что на основе, как вы видите, там вот сразу много. Нужно очень точно понять. Сейчас во время кофебрейка я хотел предложить вам повспоминать жизненные ситуации, когда на вас что-то неожиданно, вот там свалилось. Может быть счастье, может быть несчастье, неважно. Но неожиданно, слышали? Интересуют инстинктивные реакции на неожиданные события. Вам все понятно это? Тоже повспоминать жизненные ситуации? Чисто статистически. И постараться внутри себя вспомнить первые реакции. Некоторые от счастья будут плакать, слышали? Да? То есть эмоции сразу. Да? Некоторые от счастья впадут в ступор. Некоторые от счастья сразу кинутся что-то делать. Д-д-д-ч-д-д-ч, да? Некоторые от счастья начнут сразу фантазировать много. Или это несчастье? Это уже второй тест. Это уже второй тест, который вы будете выполнять во время кофебрейка. У нас будет сегодня много до обеда тестов для того, чтобы разобраться. у меня был вопрос. Да? Значит, меня уже дайте хочу сейчас предъявить. Что-то другое. Вот. Хи-хи, значит, хи-хи. Я не стараюсь. Машина меня ударила. Да? Вот оно. Даже чего. Мгновенная первая реакция. Поражать над этим? Ох, блин, я ногу оторвала. Нет, нет, нет. Это не самое. Конгрессор. Как клево, да? Вот так? Повспоминаем. Мы статистически будем это все подбирать. Это не одноразово решается. Вы же понимаете, почему это не одноразово? Потому что у вас на этом сверху огромное количество культур как там наставали. Мы будем такие раскопки проводить до обеда. Что-то под всем этим. Еще раз. Тест во время кофе-брейка на 15 американских минут. Это надо было по часам, да? Не по ощущению, потому что 15 российских минут это где-то около получаса. Американцы? По часам. За это время вы успеваете не только попить чай, там, пообщаться, но и вспомнить пять жизненных ситуаций, когда произошло что-то неожиданное. Счастливое или несчастное, неважное. Мне интересует сильное, неожиданное, ситуация. И своя первая мгновенная инстинктивная спонтанная реакция. И после кофе-брейка мы это все. Все понятно? Привет.